Развитие Ниницкого округа как арктического региона, присвоение аэропорту Норьинмара статуса узлового, строительство дороги на Усинск. Эти и другие вопросы стали ключевыми в ходе встречи сенатора от Ниницкого округа Вадима Тюльпанова с депутатами окружного собрания. Парламентарии обсудили уже проделанную совместную работу по продвижению инициатив от нашего региона на высшем законодательном уровне и наметили планы на будущее. Одним из вопросов, который буквально удалось продавить на высшем уровне, о возвращении потребительским обществам округа льгот как субъекта малого и среднего бизнеса. Решение данного вопроса являлось архиважным, ведь именно благодаря этим льготам у работников потребкооперации появится возможность получения субсидий из окружного бюджета, в том числе на приобретение оборудования, закупку и доставку продуктов питания в муниципалитеты округа и многое другое. С момента обращения потребобществ к власти округа прошел всего год, что по меркам принятия законов является рекордным сроком. Просто хорошо, мы сработались с ЗАГСобранием Ненецкого округа, я и второй сенатор от региона. Мы сразу вникаем в проблему и пытаемся через Госдуму провести те законы, которые необходимы округу. Соответствующие изменения были приняты Государственной Думой и подписаны президентом России в июне текущего года. Кроме того, на встрече с сенатором депутаты затронули вопрос о ремонте взлетно-посадочной полосы в аэропорту Нарьинмара, которая принадлежит Министерству обороны России. Варианты проведения работ, предложенные министерством, а именно полностью закрыть полосу и провести необходимые работы, либо две недели проводить работы, а две недели осуществлять рейсы, в рамках обсуждения с генеральным директором объединенного авиаотряда Валерием Особчуком не нашли понимания. Ремонт этот, он, к сожалению, вы сами понимаете, что учитывая, что нет сухопутной связи устойчивой между регионом нашим и Большой землей, то тогда, особенно в летний период, жители округа будут страдать и не смогут ни прилететь, ни улететь из Нарьинмара. Приемлемый и доступный вариант проведения ремонтных работ взлетно-посадочной полосы находится в стадии обсуждения с Министерством обороны. Говоря о новых целях и задачах, которые уже появились в рамках рабочей поездки, стоит сказать о вопросе создания комиссии по вопросам развития арктических регионов на базе и Госдумы, и Совета Федерации для оперативного решения тех или иных вопросов, касающихся развития Арктики. Чтобы была создана совместная группа в Совете Федерации, депутатов Государственной Думы не только от нас, но и всего Арктического региона, от Камчатки до Мурманска, чтобы такая работа по подобию парламентской ассоциации могла бы осуществляться. Я считаю, что если мы это сделаем, это, конечно, поможет нам решать общие проблемы. Также в процессе обсуждения были затронуты вопросы присвоения аэропорту статуса узлового, строительства дороги Нарьинмар-Усинск, любительский вылов рыбы, реконструкция морского порта и многое другое.